МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости 24 на телеканале ННТ с основными событиями последних суток. В студии Махачкорбанов. Короткий анонс. Министр экономики Татарстана Артем Сдунов может занять должность председателя правительства Дагестана. Махачкалинским журналистам рассказали о предстоящих выборах президента Российской Федерации. Открылась персональная выставка известного мастера-ювелира Магомед Гаджи Магомед Гаджиева. В Рио главы Дагестана Владимир Васильев провел встречу с членами правительства. Глава региона напомнил кабинету министров о подписанном им накануне указе об отставке правительства республики Дагестан. Руководитель региона призвал присутствующих продолжить работу до сформирования нового состава кабинета министров. Также он сообщил, что в ближайшее время в Народное собрание Дагестана будет внесена кандидатура на должность премьер-министра. В этой связи намечено проведение консультаций с участием парламентских фракций и комитетов. В качестве временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Владимир Васильев представил Анатолия Карибова. Люди ожидают улучшения жизни. Не каких-то групп, определяемых по какому-то принципу, а в целом того самого народа Дагестана, которому мы с вами обязаны служить. Тема совершенно четко, ясно обозначена. Противодействие коррупции и борьба, не на словах, а на деле. Улучшение жизни людей, соблюдение их прав. Жизнь. Право на экологию, право на коммунальные услуги, качество. Включая свет, газ и прочее. Право на ограду за стройку, которая не должна создавать проблем и быть угрозой. Сегодня в Рио главы Дагестана Владимир Васильев внес в Народное собрание республики кандидатуру Артема Сдунова на должность председателя правительства Дагестана. Он занимает кресло министра экономики в Татарстане. Еще вчера Васильев отправил все правительство республики в отставку, а временно исполняющим назначил Анатолия Карибова. Были ли предпосылки возможного назначения Сдунова на один из высших постов в Дагестане, расскажет Ума Ибрагимова. То есть после каждого посещения Вы видите, сколько у Вас назначенцев, правильно? МФЦ, площадка Уиташ, множество проектов и завод имени Гаджиева. Со всем этим еще недавно, 13 января, в Рио министр экономики Дагестана Раидин Исуфов ознакомливал министр экономики Татарстана Артема Сдунова. Второй оценил возможности Дагестана, но сказал, что здесь есть с чем работать и предлагал свои варианты. У нас есть одна задача, допустим, по промышленному парку, когда прокладка дорог идет, да, насколько эффективно и быстро это сделать? Как быстрее все это запустить? Какие резиденты должны быть первые? Кто тянет одного за другим? То есть это такие очень профессиональные темы, мы с полуслова друг друга здесь понимаем. Министр присматривался и не зря. Уже сегодня Владимир Васильев сообщил о том, что внес в Народное собрание республики и его кандидатуру в правительство. Но не на место Раидина Исуфова, а Абдусамада Гамидова. Кого назначить на свободные места остальных задержанных чиновников, пока не ясно. Но уже завтра пройдет неочередная сессия Народного собрания. А в это время четырем министрам Дагестана уже предъявили обвинение по факту мошенничества. Касаемо Шахабаза Шахова, судья Басманского суда Наталья Дударь озвучила 9 постановлений о возбуждении уголовных дел, которые соединили в одно производство. Он заключен под стражу до 5 апреля, но сообщил, что готов к сотрудничеству со следствием. Санкция по Абдусамаду Гамидову рассматривается на очереди Шамиль Исаев и Раидин Исуфов. Ума и Брагимода, Удагасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал последние события, связанные с громкими задержаниями членов дагестанского правительства. Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов, сказал Песков. Он также подчеркнул, что это не компанейщина, а последовательная, целенаправленная и системная работа, которая идет во многих регионах России. Об этом неоднократно заявлял Владимир Путин, напомнил пресс-секретарь президента страны. Напомним, что компанейщиной, происходящее сегодня в Дагестане, назвал экс-глава республики Рамазан Абдулатипов. Махачкалинским журналистам рассказали о предстоящих выборах президента Российской Федерации. Насколько Дагестан готов к этому значимому событию, представителям средств массовой информации на площадке Ирия Дагестан сообщил председатель Республиканской избирательной комиссии Магомед Дибиров. Избиркомы и органы местного самоуправления, по словам спикера, реализуют широкий комплекс мер, направленных на организованное и безопасное проведение избирательной кампании на территории Дагестана. За подготовку и проведение выборов в марте 2018 года в нашей республике ответственны 54 территориальных избирательных комиссий и 1915 участковых. Видеокамеры будут установлены на 380 избирательных участках и в городах, и в районных центрах. Помещения для голосования уже выделены. Идет работа по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности. Протоколы участковых избирательных комиссий будут подготовлены на компьютере, а на каждом протоколе будет иметься специальный код, который невозможно подделать. Обеспечен будет и общественный контроль. Ну, в целом, работа проходит достаточно организованно. Необходимо сказать, что выборы президента в этом году пройдут по обновленному избирательному законодательству. Здесь и новый порядок голосования по месту нахождения для наших избирателей. Здесь и использование на участках компьютерной техники и изготовление протокола участковой комиссии с QR-кодом. Это и видеокамеры на избирательных участках. Это и использование комплекса в обработке избирательных бюллетеней на выборах. Раконодательство в части осуществления контроля за избирательным процессом также изменилось. Теперь есть такое понятие, как общественный контроль на выборах президента Российской Федерации. В частности, Общественной палате Российской Федерации, Общественным палатам субъектов Российской Федерации предоставлено право на значение наблюдателей на избирательном участке. Мы подписали соглашение с Общественной палатой Республики Дагестан. Общественная палата проводит работу по подготовке таких наблюдателей. И они заключили соглашение со всеми, с большим количеством общественных организаций Республики Дагестан. Они аккумулируют всю общественность и готовят своих наблюдателей на избирательные участки. Отметим, что на сегодняшний день осталось всего 8 кандидатов к президенту Российской Федерации. Трое из них уже зарегистрированы. Среди них и Владимир Путин. Остальные пятеро в скором времени завершат все необходимые процедуры с документами. Далее короткий, но интересный обзор новостей моих коллег. На бывшего главу администрации Кизелюрта возбуждены уголовные дела. Следствие считает, что незаконными действиями у Стархана Алюкова существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен материальный ущерб бюджету страны. В настоящее время проводится комплекс процессуальных действий для закрепления доказательств, в том числе обыски и выемки соответствующей документации. Дагестан получит 224 миллиона рублей субсидий на строительство спортивного комплекса в Махачкале. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий в размере более 3 миллиардов рублей на строительство спортивных объектов в регионах. Кроме Дагестана субсидии получат еще 7 субъектов. Школьница из Махачкалы стала участницей второго сезона телепроекта «Ты супер» на НТВ. 13-летняя ученица детской школы искусств Эльвира Яхьяева стала участницей популярного телевизионного шоу. В проекте участвуют одаренные дети из детских домов, интернатов и приемных семей. Первый выпуск второго сезона состоится 10 февраля в 20.00. Дагестанец стал главным тренером сборной Туркменистана по вольной борьбе. Махмуд Магомедов – борец из Дагестана, воспитанник Хасавиртовской школы вольной борьбы. По его словам, президент страны был недоволен тем, что туркменские спортсмены не завоевали на Олимпийских играх в Ряде-Жанейро ни одной медали. После этого в стране произошли кадровые изменения среди спортивных чиновников, и он был приглашен в сборную в качестве главного наставника. В Махачкале открылась персональная выставка известного мастера-ювелира Магомед Гаджи Магомед Гаджиева. В Центре народных художественных промыслов выставлены 100 уникальных произведений ювелирного искусства, посмотреть на которые отправилась и наша съемочная группа. Выставки подобного плана проходят крайне редко в республике. К тому же это первая выставка прославленного мастера за более чем 40 лет работы в ювелирном деле. Начал к выставке готовиться в 2010 году, но получается более 8 лет. С первого дня знал, что я хочу сделать персональную выставку, но точно не знал когда. Его работа отличается объемностью и оригинальностью, но в то же время в его произведениях присутствует и национальная органика, присущая дагестанской школе. Он работает с серебром, золотом, с драгоценными и полудрагоценными камнями. Яркий тому пример экспонат «Серебряный ларец». Это присутствует эмаль, еще я туда использовал камни, для такой работы мелкие камни, она бы не сочеталась с ней. Вот по бокам я сверху на крышке. Ему знакомы все методы обработки металла. Ювелир работает методом ажурной филиграни. Филигрань – это ажурный или напаянный на металлическую основу узор с помощью проволоки из золота или серебра. Есть работы, которые можно сделать за неделю, есть работы, которые делаешь годами. По-разному, однозначно, в зависимости от сложности произведения, больше нравится делать объемные вещи. Ну, единственное, там время она много забирает, а так можно было бы вообще много вещей сделать. Через его руки прошло несколько сотен работ, но самое ценное для него – это сережки с фигурой петушка, которую он подарил матери. Домашняя птица, по словам Магомед Гаджи, считается традиционным символом балкарских женщин. Мне все очень-очень понравилось. Я начинающий ювелир, и я когда смотрела эти работы, я смотрела, как они сделаны, как человек работал над ними. Мне так интересно, как человек, например, вставлял камень или соединил эти элементы. Это очень здорово. Мне все понравилось. Мастерство ювелира передается в его семье Атаса к сыну. Магомед Гаджи – ювелир уже в пятом поколении. Прапрадедушка был, мастеровой человек. Бача его звали. Его сын Курба Магомед. Его сын Магомед Гаджи. Его сын Саид. Вот я пятый. 22 года он начал вплотную заниматься ювелирным делом после окончания Дагестанского художественного училища имени Джемаля. Семейную традицию теперь продолжает его сын и дочь. Абдулла Алиев, Эмиратий Валиев, телеканал ННТ, Махачкала. Курс валюты на завтра. Доллар 57 рублей 21 копейка, евро 70 рублей 92 копейки. Оставайтесь на нашем канале, не переключайтесь. Также новости смотрите на сайте nnttv.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова